привет участникам и зрителям сегодняшней нашей тренировки сегодня очередная часть работы посвященная разбору игры нашей мини-группы избранным каталом Иван Дюку и Антону Лаганту напишите в чат пожалуйста как меня слышно видно если нормально то я буду звонить ребятам и мы начнем тренировку вижу все одни и те же лица у нас на занятиях Йоркшир я посмотрел недавно твой блог видел что у тебя какая-то недодача там 12 боинов как тебе вообще дела напиши вообще напишите плюсик у кого все хорошо складывается последнее время и минусик кому не додают переезжает и так далее так но у меня слышно нормально тогда я пока буду набирать ребят и мы начнем с ними занятия алло 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 да привет ребята привет так товарищи зрители напишите в чат как слышно наших участников так Антон ты уже включил трансляцию да там холдом видно все нормально да а да ну отлично ну тогда я переключу не то так а так вспомним что у нас были за домашние задания на неделю ты давал задание подготовить спектр защиты колд колон а на разные против разных процентов 3 бета там 7 9 процентов 10 14 14 ну ты имеешь ввиду спектр колд кола 3 бета а не да да я имею ввиду я понял подготовил давай посмотрим ну я так сразу для разных позиций сделал его то есть на катофе против баттона например против 3 бета 7 9 процентов ну а я думаю вот так буду защищаться сейчас я вот это все почищу ну а то есть я полагаю там будет все все таки полярный спектр ну будет еще и колд кол все таки вот там туз дамы туз валет и король валет король дама полагают так значит Антон я сейчас тебя немножко перебью это соответственно спектр колд кола без позиции котов против баттона когда баттон перебетит 7-9 процентов правильно да да так карманные тузы я бы здесь не коллировал определенно туз король тоже это не требуется и не нужно коллировать их для того чтобы там как-то подзащитить свой рейндж просто потому что если ты видишь какие-то ну с твоей точки зрения скажем низкие 3 беты и против которых ты защищаешься очень узко собственно здесь нет нужды как-то пытаться выстроить свой рейндж просто потому что в любом случае тебе с узким рейнджем колд кола в любой ситуации будет ну довольно тяжело играть ну и в принципе нет нужды строить защищенные рейнджи против ребят которые имеют эксплойт на низкий преслед 3 бета против которых ты собственно будешь эксплойтить их тем самым что ты будешь скажем больше выкидывать на префлоп нежели обычно это нормально поэтому тузы туз король сьютер я бы все в 4 бет не коллировал бы их то есть убирают отсюда тузы туз король сьютер надо сказать что на самом деле 7-9 процентов это не так уж и мало но я вот такой накидал спектр там я правда сомневаюсь в двойке пятерки может быть не совсем будет двойке пятерки а может быть какие то вот эти да да то есть вообще как я понимаю ситуацию мы открылись на катофе и батон в нас затребетил стрибетит он скотов 7-9 процентов и вот как мы защищаемся против этого рейнджа я правильно понимаю да все верно вот ну вот 7-9 процентов я представляю вот так примерно так ну да вот почему туз король половина ну как бы под слоуплеивает под сквизы я понял но здесь нас на самом деле если он будет слоуплеивать под сквиз скорее это будет происходить с готовыми типами рук нежели с неготовыми то есть можно было бы там добавить все туз короли и половину добавить скажем карманных валет условно говоря или половину карманных десяток скорее это был бы более верный рейндж но я примерно понял твою идею что ну и на самом деле она правильно что здесь обычно катофе батон трибетит полярный рейндж некоторые оппоненты трибетит диполярно но таких меньшее количество то есть тут реже будешь увидеть трибеты со смешанным рейнджем есть оппоненты которые трибетит смешанный рейндж но их мы будем всего скорее только вычитать уже по каким-то рицам когда мы увидим шоу-даун что они там скажем перебетит король валет сьютит или король давну сьютит батон против катофа соответственно они вот перебетит такой рейндж окей и ты против него предлагаешь защищать еще раз покажи вот такой спектр вот такой спектр ну я бы здесь как я уже говорил тузы король убрал убираю сейчас мы просто переделаем сразу спектр и добавил бы здесь еще ну как минимум десятки восьмерки девятки восьмерки в смысле валет 10 нет туз 10 король валет можно добавить ну вот такой рейндж в принципе если это будет ну то есть здесь естественно как бы есть градации то есть одно дело когда человек 3бетит 7 процентов другое дело если он 3бетит 9 то есть допустим против 3бета 7 процентов можно защищать такой рейндж против 3бета 9 мы можем уже там больше сьютит карт король 10 дамы 10 валет 10 защищать но мы будем это держать в уме просто ну если интересно такой был изначально спектр 4бета но сейчас наверное немножко по-другому если там тузы короли и туз король туз король будут в 4бете значит можно еще и блефа там накидать да да надо побольше и соответственно у нас будет больше вэльдов можем побольше 4бете в блеф и опять же если ты здесь предполагаешь что твой оппонент 3бетит полярно то нужно составлять нужно составлять спектр 4бета который не предусматривает того что твой оппонент колет 4бета и на самом деле опять же понять 3бетит твой оппонент полярно или деполярно можно за счет того как он колет в ответ на 4бета то есть ты видишь что у него 3бет 79 процентов батом против катопа и при этом фолд на 4бет высокий то он там больше 50 процентов то значит он прибавит полярный спектр если ты видишь 3бет 79 процентов у него фолд на 4бет низкий меньше чем 50 процентов значит он здесь прибавит уже деполярно интересно если он прибавит полярно как ты изначально предполагал то лучше 4бетит руки с блокерами которые имеют большее количество блокеров то есть это с валет король дама туз 10 да вот такого плана руки скажем этого тузы не 4бетит уже если же он 3бетит деполярно то соответственно здесь мы больше будем 4бетить сьютовых рук не будем 4бетить вот такого плана руки будем больше сьютит тузов 4бетить которые отчасти блокируют его тузыкс комбинаст то есть ты их не колешь то ты их в первую очередь в 4бет и если тебе их не будет только хватать там ну все скорее тебе хватит всех сьютит тузов против там 7 процентов 4бета или там 80 процентов 3бета для того чтобы ну поддерживать нормальную частоту углевчика 3бета понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас паразита но ты Субтитры подогнал «Симон»